МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу НашКрасноярск. Теледневник о культурной и спортивной жизни Краевого центра. Сегодня с вами я, Игорь Костенков, и наш гость Александр Юрьевич Митрошкин, директор Красноярского центра спортивных клубов. Здравствуйте! Сегодня мы с вами подведем итоги уходящего спортивного года, но в начале программы предлагаю посмотреть сюжет. 2017 год был богат на спортивные мероприятия. События разного уровня и формата пользовались огромной популярностью среди красноярцев. Сегодня мы решили вспомнить самые яркие моменты. Всероссийские старты, лед, надежды нашей. Это уже традиция с многолетней историей. Многие звезды конькодежного спорта в советское время начинали свою карьеру с выступления в подобных турнирах и часто получали путевку в большой спорт. Почаще бы таких побольше мероприятий, чтобы молодежь подтягивалась, занималась спортом. Это все-таки благо. В День России остров Татышев уже во второй раз принимал полюбившийся красноярцам межнациональный фестиваль интерземлячества, на котором братские народы со всего края проводили соревнования по национальным видам спорта, приобщая молодежь к своей традиционной культуре. В фестивале участвуют представители более 12 молодежных объединений Красноярского края, которые входят в совет нации. И сегодня они, каждый из них, будут бороться с спортивными видами других национальностей, других культур, вникая от других культур, других автономии. Также ребята будут друг друга узнавать поближе через спорт. Как мы все знаем, спорт объединяет. Ярко и динамично открыли новый учебный год юные спортсмены Красноярска. На 13-м кубке главы города по регби «Будущие звезды овального мяча» за главный трофей боролись команды из Красноярского края, Хакассии, Кемеровской и Омской областей, Забайкальского края. А также команда из Казахстана, благодаря которой кубок имеет международный статус. Каждый год мы стараемся выехать сюда, потому что это бесценный опыт для команды, во-первых, игровой. И такое большое мероприятие, великолепное. Детям нравится, конечно, им интересно. Тем более в другую страну приехали, в другой город, посмотреть другие команды, себя показать, как говорится. В Манеже футбол-арена «Енисей» прошел 13-й международный юношеский турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта, трехкратного чемпиона Олимпийских игр, почетного гражданина города Красноярска, бывайсара Сатиева. Гости у нас приезжают с разных стран. К примеру, в прошлом году было из шести стран гости. Плюс, естественно, из всех областей и краев нашей замечательной Родины. Воспитанники Красноярской школы борьбы, «Енисней крыши», «Енидяшвили» готовятся. Все готовятся. Получается, такой турнир ребятишкам показать, к чему они стремились, сколько уже лет тренировались. Традиционный праздник «День любителей хоккея» собрал сотни горожан на стадионе «Рассвет». Здесь состоялись турниры по мини-хоккею с мячом, в валенках, эстафеты среди дворовых команд. С будущими звездами спорта на лед вышел глава Красноярска Сергей Еремин и сыграл в товарищеском матче «Хоккей поколений». В этой игре дети сражались бок о бок с именитыми хоккеистами. Я бы хотел отметить, что для нас это, наверное, такой особый праздник, потому что хоккей – это гораздо больше, чем просто хоккей. Это, наверное, состояние красноярской души. Я понимаю сейчас состояние души вот этих ребят, которые особенно видят на коробке, играют с чемпионами мира. Это, конечно, просто у них навсегда, думаю, на всю жизнь врежется в их сознание. В следующем году спортивный график не менее разнообразен. Так что увидимся на любимых соревновательных площадках Красноярска. Александр Юрьевич, на Ваш взгляд, какие спортивные мероприятия уже стали знаковыми для Красноярска и год от года собирают все больше поклонников здорового образа жизни? Мы не раз убеждаемся о том, что Красноярск – очень спортивный город, и у нас множество мероприятий, которые становятся традиционными, массовыми. Ну, нам, конечно, больше и приятно смотреть за такими событиями массовыми, как большие забеги, большие заезды на велосипедах, массовые акции на лыжах в зимний период времени, на коньках. Но если говорить детально о видах спорта, то у нас множество федераций, более 70 на территории города Красноярска. И у них есть соревнования, которым насчитывается более нескольких десятков лет, поэтому они имеют свои традиции, и из года в год они все больше и больше привлекают туда участников. Но сегодня у нас зима, и какой же новогодний выпуск без Деда Мороза? Навстречу с ним я отправился в зимний лес. В преддверии Нового года все мы ждем чудес, но какие именно чудеса ожидают нас в 2018-м, знает только Дед Мороз. У него сейчас и спросим. Здравствуй, Дедушка! Здравствуйте! Каким будет 2018-й год? Ой, я вижу 2018-й год хорошим, насыщенным на разные мероприятия, на удачу, на счастье, на все, чтобы у всех все было хорошо. Вы, наверное, со своими помощниками уже нагадали всем и удачи, и счастья. Мы вот, видите, стараемся. Они вот сейчас колдуют у нас. А можно, Дедушка Мороз, вы вместе со своими помощниками всех поздравите наших телезрителей с Новым годом? Конечно. Подходите сюда, ребят. Итак, три, четыре. С Новым годом! С наступающим! Ура! Александр Юрьевич, скажите, в 2017-м уходящем году Центр спортивных клубов успел воплотить в жизнь все задуманные проекты или для вас 365 дней этого мало? Ну, я, конечно, говорю и о развитии спортплощадок по месту жительства, и о массовых мероприятиях, и о работе со старшим поколением. Действительно, когда работаешь, время улетает очень быстро. Хотелось бы растянуть его на побольше, чтобы довести дела более качественно. Я всегда критично отношусь к нашей деятельности. Но, тем не менее, я считаю, что за 2017-й год основные поставленные задачи перед учреждением мы выполнили. Но особенно отмечаем для себя это выполнение нашего муниципального задания по проведению мероприятий. Среди дворовых команд и лиц с ограниченными возможностями мы провели 172 мероприятия. Кроме этого, в сентябре нам добавилось новое направление работы с федерациями. Мы провели более 50 мероприятий как по конкретным видам спорта, так и акциям. Подготовили ледовые площадки, 89 единиц на территории города Красноярска. С этой задачей мы тоже справились. Реализовали в первом полугодии очень важное мероприятие. Сделали освещение на 10 спортивных площадках во дворах. Ну и всем известная набережная. Левобережная. Левобережная, да. Которая не без труда, так скажем, но проект мы считаем, что удался. И тоже галочку по выполнению этой работы мы делаем. Телезрители, зная о теме сегодняшней программы, задавали интересующие их вопросы. На один из них мы отвечаем в нашей постоянной рубрике. Александр Заречный спрашивает, как восстановить хорошую физическую форму после продолжительных праздников. Во-первых, надо больше времени проводить в кругу семьи, если есть семья. С семьей сделать прогулки на свежем воздухе. Какие-то включить занятия физической культурой. Прогулки на лыжах. Просто пешие прогулки. У нас очень хороший заповедник, столбы, хорошие тропы. Ну, также правильное здоровое питание. Спортсменам, конечно, не надо прекращать тренировки после праздничных дней с небольшими нагрузками. Продолжать заниматься, готовиться к другим соревнованиям, к мероприятиям. Ну, естественно, здоровый крепкий сон. А мы напоминаем вам, телезрители, что вы можете задавать свои вопросы о спортивной и культурной жизни города по телефону 233-04-03. Или присылать их по электронной почте, адрес на ваших экранах. Александр Юрьевич, сегодня 31 декабря. Через несколько часов наступит Новый год. Расскажите о планах на грядущий 2018-й. Планы на 2018-й тоже достаточно амбициозные. Мы предполагаем нарастить количество мероприятий по как дворовой системе, так и среди федераций по видам спорта. Запланировано в следующий год более 300 мероприятий, как летний, зимний, весенний, осенний периоды времени. Также нам очень отрадно, что нам в следующем году дается возможность продолжить реализацию проекта по обустройству дворовых спортивных площадок. Уже сформирован перечень на 2018-й год. Мы на 8 объектах по одной площадке на район будем делать. Это появятся отремонтированные хоккейные коробки, комплексные площадки с травмобезопасным покрытием, с современным оборудованием, с освещением. Это долгожданная мера для жителей. Кроме этого, мы приступим к частичному освоению острова отдыха. Часть уже прав на земельные участки учреждения оформила. С следующего года будем очень аккуратно, с учетом мнения жителей, начинать проектировать. Какие-то, может быть, мероприятия уже получится выполнить в следующем году. Но 2018-й год несет нам интересные преображения. Сегодня в рубрике «Портретная зарисовка» мы расскажем про известных красноярских спортсменов, участников Олимпийских игр, триатлонистов, братьях Полянских. Эти жизнерадостные парни крайне редко бывают на своей малой родине, в Красноярском крае. Большая часть их жизни проходит в столице, а то и вовсе за границей. Они всегда там, где проходят бесчисленные сборы, тренировки и соревнования. Братья Полянские, триатлонисты с мировым именем, прилетели в Сибирь, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. Дмитрий и Игорь – постоянные участники самых престижных международных стартов, в том числе и Олимпийских игр. «Я был очень горд, когда попал на первую Олимпиаду, и безумно счастлив, это было вверх моей мечты, и я даже не думал ни о каком там выступлении, то, что я туда с трудом попал, вот, и, конечно, незабываемые эмоции. Но ко второй и третий – это уже другой разговор. Вот Игоря тоже прошла первая». «Да, у меня как раз была первая Олимпиада, да, ничего не сравнимое, и волнение, естественно, зашкаливает». Хотя, казалось бы, волнение уже давно должно уйти на второй план. Ведь они в спорте с самого раннего детства. Сначала плавание, потом бег. Да и ситуации на соревнованиях подчас случались такие, что нарочно не придумаешь. Например, Дмитрий на чемпионате мира в Гамбурге потерял ключ для сборки велосипеда, а обнаружил его только на этапе бега в самом неожиданном месте. «Додеваю кроссовки и понимаю, что у меня ключ прям в кроссовке, под моей ступней. А уже, ну, жалко терять секунды, там, куда-то вытряхивать его. Я решил побежать с ним. Вот, а я думаю, блин, лучше бы я его вытряхну. Пять километров бежал с этим ключом под стопой. Чуть себе ногу там не сломал. Ну, ужас, конечно». С родными ребята проведут только новогодние каникулы, а потом вновь отправятся на сборы в другую страну. Там погода сейчас благоволит тренировочному процессу триатлетов. Впереди очень важные старты. «Следующий год у нас очень ответственный. Отбор на Олимпийские игры не только в личку, но и в эстафетную команду. Поэтому нам надо быть в предельно сильной форме». И мы, конечно же, желаем парням достичь этой формы, чтобы вновь испытать сильнейшие эмоции, стоя на верхних ступеньках пьедестала. «Хотим поздравить с наступающим Новым годом всех наших дорогих земляков, болельщиков, кто нас болеет, поддерживает. Очень всегда рады приезжать в родной край. Здесь прям дышится легче родной дух. Пожелать в новом году, чтобы все желания и мечты спылись. Главное над ними – работать и идти целестремленно к ним. И все будет». Александр Юрьевич, в завершении сегодняшней беседы предлагаю вам поздравить всех телезрителей с наступающим Новым спортивным годом. Спасибо, дорогие телезрители. Пользуясь случаем, хотел бы действительно поздравить от всей души с наступающим Новым годом. Новый год для нас всегда – это время, когда мы загадываем желания, ждем что-то новое, что-то хорошее. Поэтому я всем желаю загадывать самые амбициозные желания и идти к этим целям. Для этого, конечно, нашего сибирского здоровья. А чтобы было здоровья, выходить и заниматься физической культурой. Кто занимался продолжить в 2018 году и повышать свои результаты, кто не занимался, приходить и начинать. Это как раз то время, когда это можно сделать. Вы не пожалеете, это мы вам гарантируем. Всех с наступающим Новым годом. Всех благ. Спасибо большое за интересную беседу. С наступающим Новым годом. До свидания. Напоследок, наша традиционная рубрика «Непосредственное мнение». На этот раз мы спросили у юных красноярцев, а какой вид спорта больше всего подходит Деду Морозу? Хоккей. Потому что в хоккей зимой играют. Летние ему не подойдут. Я думаю, что Деду Морозу подойдет с лыжи. Потому что я думаю, что он с горок катается на этих лыжах. Деду Морозу подходят коньки. Потому что они быстрые и они классные. Я считаю, что Дед Мороз должен кататься на снегокате. Потому что это очень весело. И я очень люблю на снегокате кататься. И я считаю, что Дед Мороз тоже должен на снегокате кататься. Он может даже на ледянках кататься. По быстрой горке. По быстрой. Если она сделана из снега, и тогда там ее заливают, и Дед Мороз катится с нее. На ледянке. Я катаюсь на сноуборде. И Дед Мороз тоже бы, наверное, полюбил кататься на сноуборде. На этом у меня все. Желаем вам здоровья и новых достижений. С наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова